Приветствую вас. Я бы сказал, что вот то, как вы поступаете, а именно, отличаясь голову, да, и просто следуете процессу, я бы сказал, что это, наверное, является довольно таким позитивным моментом, вот. Потому что это хороший шаг к пониманию себя. Ну, у меня немножечко с другой стороны есть что вам сказать. Вот по ощущениям, по ощущениям, по моим ощущениям возникает вот такое, знаете, чувство, такое чувство возникает, как будто бы вы, знаете, вот пытаетесь из вне, вот вовне найти то, что вам, ну не знаю, то, что вам не хватает. То есть вот особенно это видно на примере того, какой мужчина мне нужен, говорите вы. Понимаете, мужчина нужен, вот когда говорят нужен мужчина, именно нужен мужчина. Это же про что? Это про то, что я нуждаюсь в мужчине, я нуждаюсь в ком-то, я нуждаюсь, то есть вы здесь уже, получается, вступаете в отношения, ну, вступаете в отношения, возможно отношения. Будучи, будучи, ну, привязанным, не будучи способны любить, например. Потому что вам нужен мужчина, да, и вы хотите от него получать веселье, серьезность, стабильность и так далее. Есть ощущение, да, что вы от себя чего-то требуете. Есть такое ощущение. Требуете быть какой-то. Вот мне кажется, что вы стремитесь к тому, какой вы должна быть, но не какой вам быть хочется. И в этом ключевой момент. Вот. В этом, как бы, ключевой аспект. На мой взгляд, вам нужно лучше, лучше, глубже исследовать себя, отслеживать моменты, где вы пытаетесь быть каком-то другой, то есть, пословно говоря, через силу стараетесь всего-то достичь, через силу стараетесь быть кем-то, хотя у вас нет такой возможности, потому что это сложно, сложно, это тяжело, это очень энергично. Неотрадно. Чего вы боитесь, доверяя себя? Можно такой вопрос вам задать. Чего вы опасаетесь? Чего вы опасаетесь? Доверяя себя? Не доверяя себя точно. Не доверяя себя точно. Чего вы опасаетесь? А в чем вы нуждаетесь, когда пытаетесь понять, какой мужчина вам нужен? Вот это... Нуждаемость... Это... Нуждаемость, она... От... От... Чего? Она в чем? Вот. Понимаете? Вот... А... Такой момент я могу вам зафиксировать. Я не знаю, насколько для вас это откликнется, насколько вам это может быть интересно, но... Надеюсь, что было полезно. Это процесс, определенный процесс, понять, какая вы настоящая и что нужно на самом деле. Это понять, что это определенный процесс изучения и исследования себя. И лучше его делать, лучше его проходить вместе со специалистом. Это не тот процесс, который занимает маленькое количество времени. Я бы так сказал. То есть это процесс, который идет недосливо, не спеша, как... Творческий процесс. Дальше. Вы пишите, что я хочу быть одновременно родным и иметь одновременно все. Тот, как мне кажется, что пытается наполнить пустоту внутри себя. Вот мне так, если честно, мне так кажется. Хочет все тот, кто не питается, кто не насыщается, кто не чувствует удовлетворения. И на мой взгляд, вы себя не чувствуете. Я понимаю, что может быть это звучит довольно очевидно, но тем не менее. Поэтому здесь нужно вот это поисследовать. Почему вы хотите все? С одной стороны, я хочу семью. Нет. Другой я не хочу. Хочу. Правильно. Потому что вы не готовы расстраиваться за ответственность. Хочу быть свободным. Хочу быть свободным. Потому что вы не можете быть не свободным. А вот если подумать, если подумать, если постараться подумать, за счет чего вы можете быть не свободным. В плане работы могу взять на себя много ответов на свои задания, чтобы больше заработать. Потом саду и думаю, а зачем? Ну, чтобы больше заработать. Вот только что для вас означает деньги. Понимаете, да? То есть, вам чего-то хочется. Вы практически всегда ставите между собой и тем, что вы хотите что-то во внешнем мире. Препятствие, которое нужно преодолевать. И препятствие, которое нужно будет преодолевать всегда тяжело. То есть, не просто преодолевать. Препятствие. Это ладно. А его тяжело будет преодолевать. Его трудно преодолевать. От чего я делаю вывод, что в глубине души вы, вероятно, считаете себя недостойным. Недостойным. Чего-то добиться. Недостойным. Не знаю. Счастья. Например. Счастья не в деньгах. Потом я веду знакомых. Классно. А то я опять подумаю, что в сажде в деньгах иду работать. А нет. Вы чувствуете себя здесь не полноценно. Вы сравниваете себя с другими людьми и завидуете. И завидует это хорошо. Но желательно понимать, что если попытка быть другим человеком, то есть вы пытаетесь быть другим человеком, в данном случае своим знакомым, это значит не быть собой. С одной стороны, но с другой стороны, если вы завидуетесь, то есть реальность то, чего вы хотите. И реальность то, что вы можете. Но это лично ваше. Не вашего знакомого, а лично ваше. Вопрос только в том, что это. Зачастую это совсем не то, о чем можно подумать вот так вот на первый взгляд. И во всём-то вене дело, это противоречивые чувства. Ну, их нужно выявить, их нужно изучить лучше, их понять и брать чувства. До сих пор не могу понять, какой мужчина мне нужен. И не поймёте, потому что вы разные. Вы разные и повторюсь, мужчина это не то, что удовлетворит вам. То есть, как бы, вы сейчас говорите, бастите, что я хочу, не знаю, построить созависимые отношения, к примеру. И вот всё, что я делаю, да, всё, что я делаю, это выстраиваю или проявляю готовность выстраиваться в зависимые отношения. Потому что мне нужен мужчина. То есть, стоит мужчине продемонстрировать вам то, что он может дать вам то, что нужно. И всё. И вы пропадёте. Это, ну, то, чего вы хотите. Нужно одновременно разница с иногаточными. Довстречаясь с височеком. К примеру, думаю, было бы хорошо встречаться спокойным. Нет, это всё, вы пытаетесь у людей добрать то, что нужно вам. Если мне нужно принять решение какое-то, то это очень лечено братец. Я всё выписываю в сопли, всё равно не могу определиться с выбором. Что здесь вас тормозит? Когда вы принимаете решение, что вас тормозит, что вы ощущаете? Что вы здесь чувствуете? Почему это тяжело? В последнее время я просто отлучаю мысли, делаю так, как придёт сразу в голову. Как понять на самом деле, хочу я где настоящий? Вы говорите об этом так, как будто это что-то перманентное, нет, это не что-то перманентное, это что-то, я бы сказал, постоянное. И человек постоянно просыпается каждый день и ищет себя, и каждый день себя находит, и это нормально, это процесс. Вы можете просто отходиться в этом процессе, чувствуете себя в нем уверенно, а можете не отходиться в этом процессе и не чувствуете себя в нем уверенно. Но вне зависимости от этого, вне зависимости от этого, я полагаю, что все равно процесс этот, как бы сказать, длительный. И если не сказать постоянно, постоянно, ну потому что пока человек живет, да, вот этот процесс, пока человек живет, он, собственно, и происходит этот процесс. Вот, и было бы, ну, как мне кажется, странным, если бы этот процесс мог когда-нибудь завершиться. Это было бы странным. Это было бы странным. По моему мнению, я не процентуя на это, но по моему мнению это было бы странным. Это было бы странным. Это было бы странным, что человек, наверное, умер бы. Да, было бы странным, что человек, наверное, бы остановился в своем развитии. Я думаю, что, несмотря на то, что это может показаться тяжело, но это только потому, что... Возможно, 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 я не уверен в этом, но возможно, вы здесь чему-то противитесь. Возможно. Почему-то, я не знаю. Я так думаю только, что вы противитесь чему-то. Почему-то вам хочется, чтобы этот процесс был, ну, завершился, скажем так. Да, то есть вам почему-то хочется, чтобы этот процесс прекратился, вам тяжело этот процесс, в этом процессе быть постоянным. Вот почему тяжело, хотел бы я понять, чем тяжело. Так, как мне кажется, это важный, это важный инспект. Белдишен. Так, как понять. Уви настоящая Люба, поэтому прям так сложно. Нет какой-то истории, что вот тут вы не настоящие, а тут вы настоящие. Нет такого, вы настоящие везде. Просто где-то вам нравится, а где-то нет. Где-то вы чувствуете, что он откликается, а где-то нет. И это нормально. Как вот не парадоксально, да, но это нормально, абсолютно, абсолютно нормально. Другой вопрос, что это может быть чисто вот тяжело вам. Вот наша задача как раз таки облегчит вам эту, чтобы это не было так, ну, так тяжело для вас. Чтобы это, может быть, может быть, было бы легче. Вот. Понимаете? Понимаете? Какая штука. Ну, опять же, опять же. Наверное, хочется немножко повторить, сказать, только если вам это интересно. или если вам это, или если вы не хотите двигаться в этом направлении, то, ну, тут нужно, желательно точно, чтобы вы сразу об этом сказали. Вот. Такая вот история. Это всё. В принципе. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен Я надеюсь, что вы для себя что-то интересного и нового почерпнули из того, что я сказал я и мои коллеги. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я хочу пожелать вам решение вашей проблемы. Я хочу пожелать вам решение ваших трудностей. Я надеюсь, что вы по итогу прослушивания, например, моего ответа. Да. Я надеюсь, что формулируете некоторую обратную связь, которая послужит хорошим началом психотерапии. Вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...